всем привет отключился сегодня она хоть и называется по самим по самим вы как конференция бишь ориентов на microsoft так станем часом в принципе расширить и на инчи это же amazon я одним главных спонсоров и как я не хотел рассказать про саму конференцию так что там в кое ця ботин спи важко рассказать треба там будет я без хотела сказать про те техничные новины а вот чем основный техничный топик який драйвов всю конференцию напротив якой цей тематики новое были доповедей ризного плану так по каждой там новой фичи або новой функциональности яка з'явилася были какие-то доповедя и в принципе в записах есть можно купить и дивиться а сама конференция она больше ориентирована на коммуникацию техничные доповедят обучаться но еще основный трайвер конференции это чтобы люди между собой поспелкувалися там багато всяких ивентів проходить подчас конференции и вечерин и в день для того чтобы люди между собой поспелкувалися познайомиваться обменивалися контактами и расширювали свой networking и это не передать это треба там быть чтобы эту культуру побачить а вот но я думаю что на первый раз вступаю знаете я працюю в сервии в центре в экселленс сампик дата аналитикс архитектором и основной драйвер який був на по саммит это новая версия сиквел сервера 2019 что там нового появился в який бик развивается взагалите платформа и такие основные посылцы гибридно гибридно гибридные системы это в будущем потому что посадить все на он премис там элементу и наши возможности в клауд не все хотят идти и отдавать всю инфраструктуру поэтому в принципе останні роки больше развивается концепция гибрида когда часть у вас в private клауде в дата центре частина в каком-то паблик клауде але воно все комуникую як одна система и вы отримуете бенефити кожно из них так и в принципе как развивается сиквел сервер и его клаудной версии и он прям версия воно как раз ориентовано на то чтобы покращить эту интеграцию клауда с он премиси и полегшить менеджмент инсталювание и возможности какие надеются так и как завжди ну и в принципе в цей рик это 25 роков сиквел серверу и там было дуже багато слева и людей яки за 25 роков там працювали сиквелом драйвали его то продакт менеджери за 25 років які там різні промежки часу працювали на сиквел сервером над его как они там какие челенджи были и как они их порешали это и это было но на что на что основный фокус был это что сиквел серверс это это как бы платформу для любых данных так что он развивается там интеграцию не только там реляционных данных а не реляционных данных и позволяет все это менеджере и анализовать в рамках одной платформы тому что появился Big Data Cluster про який я минулого разу рассказывал где есть интеграция уже сиквел сервера с HDFS и Apache Spark в одной платформе что можно установить и створить Data Lake без каких-то додатковых софтов какого-то додаткового можно развернувать как одну платформу и менеджере и отримать бенефит от не структурованных данных и структурованных и подключать IoT платформы и надать людям знайомые интерфейсы сиквел сервера так мать еще machine learning аналитику поверх этого и все это в одни платформы так и и так как Microsoft с 2017 сиквел сервера выпустила линукс версию и теперь это раскрыло еще больше возможностей что можно установить сиквел сервер на линукс и на контейнеры и сиквел сервера и сиквел сервера и на самом деле десятки терабайт так ну и в принципе если сказать про великие системы то и сотни терабайт возможно так и с новым дата кластером все объемы будут увеличиваться ну и в кладе також ну и это платформа для BI також есть reporting сервисы и в принципе выпустили Power BI репорт сервер який частину кладных Power BI возможностей переносить на он-прем если не хочется какие-то репорты какие-то данные в клад и начнемо с Big Data таки overview если вы не видели минулую доповедь SQL Server 2019 Big Data Cluster это додаток основного Big Data основного SQL Server так это окремый дистрибутив который там разгортается в копеернете из кластеров так он створен на контейнерах все его компоненты то он может скейлитись там гнучко и швидко какие возможности широкие это виртуализация данных новая версия поли-беза позволяет нам конектиться не только клаудер або хортом лакса так гадуп дистрибутив а также реализационных баз данных как Oracle Teradata на реализационных MongoDB также есть generic ODBC драйвер который позволяет конектиться к это позволяет не трансферить данные в SQL Server так а брать данные напрямую с source и отримать их как external таблички то интерфейс до них в самом SQL и использовать их для того чтобы писать ваши query в SQL Server можно так сказать горячие данные с данными которые у вас в source если вам не нужно эти данные вы можете просто их использовать это это очень удобно в принципе дата виртуализации она становится более популярной есть специализированные продукты которые позволяют производить виртуализацию данных подключиться до разных соревнований с помощью которые могут их объединять в принципе сейчас SQL Server она была через Polybase и раньше но была обмежена количество соревнований можно использовать сейчас они переработали как Polybase и теперь можно будет легче додать поддержку новых это интеграция с HDFS и с парком в самом дистрибутиве когда мы развиваем Big Data Cluster SQL Server у нас уже есть Data Pool который создается с HDFS и на каждом HDFS ноде установлены SQL Server и Spark и это позволяет коммуникувать основному SQL Server с с кластером и доступ к данных который на HDFS мы можем строить на SQL сервере у нас есть HDFS и с мы можем дать все данные которые у нас есть с парка подключать как external таблики SQL Server с холодными данными это в рамках одной платформы и это AI платформа потому что с 2016 SQL Server у нас есть интеграция с Python мы можем запускать Python код и анализировать данные которые сохранятся в SQL Server и как у нас есть интеграция с парком мы можем использовать для этого также одна платформа для работы с различными типами данных знакомый интерфейс и AI возможности это одна платформа которая может влаштовать многих без того чтобы разные продукты установить которые возможности в самом SQL сервере у нас Big Data но есть SQL сервер который мы можем установить на Windows и на линукс и ранить наши LTP або Data и что нового там появилось это расширение до Intelligent Query Processing в принципе цей модуль он появился еще его частины появились в 2016 но включались трейдфлагами они были не очень официйными их можно использовать но на страх и риск 2017 дали уже бач мод трешки adaptive join все что таким чорным подмечено это что в 2019 появилось так это Table Variable Different Compilation Query Engine наш Optimizer когда мы Table Variable используем он уже может узнать про статистику данных и для того чтобы оптимизировать Execution план он уже знает статистику на данных и оптимизирует Батч мод для Колм Store но не все таблики мы можем створить Колм Store индекс мы хотим им гибридную систему но мы хотим сделать аналитику поверх этого и мы не можем створить Колм Store то функциональность позволяет покрыть наши потреби без Колм мы можем использовать эти аналитичные кверки на нашей OTP таблице с и оптимизер если это возможно он будет управлять аналитичные кверки которые используют бач мод а не ров с адаптив джойнами то если не знали то адаптив джойн это когда оптимизер во время выполнения он меняет типы джойн которые он использует мерч хэш лукав он во время экзекюта он видит как меняется статистика сколько он просканил и видит что лукав джойн может поменять тип джойна фізичного в экзектичном плане и прямо в час виконания наш план адаптуватися до парклода и даних которые есть мемори гранд фидбек это часть адаптив квери процессин это когда мемори гранд то объем мемори который для квери нас выделяется он меняется подчас виконания он бачит сколько он уже и больше даних не будет поэтому он был великий объем памяти но мы ее релизируем и и уже еще квери можно использовать без того чтобы блокировать память которую мы не используем так и принципе это для бач мод и для ров мод то появилась такая штука как апроксим это в принципе было так это просто апроксима это когда мы делаем каунт на нашу такую агрегацию каунт або distinct и для наших результатов это не критично если будет то можно использовать апроксима агрегацию каунт distinct каунт так нет но они будут добавить больше агрегации которые будут поддерживать и скала удф инфи это оптимизация наших удф когда мы использовали удф для того чтобы процессинг и для экзекюшн плану для это было в black box когда мы смотрим на экзекюшн план и мы видим блок удф и мы не можем оптимизировать его но позволяет удф функцию раскрыть и показать в экзекюшн плане что там кое и как процесс и дает нам информацию как мы можем оптимизировать это ну и экзекюшн сам уже может автоматично использовать для чего какие оптимизации функции с того что мы в нужно делать трэблшутин и диагностику для того чтобы чтобы увидеть как под то же самое адаптив адаптив коэри процессор он будет под час лайва менять и мы можем даже смотреть если это подходит или может сделать оптимизацию чтобы помогать адаптиву коэри процессор по-другому вести себе або також воно допомагает для збору есть такий автотюнинг так когда включаем автотюнинг то кэри процессор может автоматично використовывать план который был лучшим даже если у нас генерировался для какой-то инш план и это как раз используется кэри статистику как это показывает какой план был лучше и это возможно еще в 2016 выбрать какой экзекьюшн план мы хотим использовать то теперь это позволяет еще больше как в реал-тайм режиме это и тюнинг не всегда автотюнинг это фича еще Azure SQL они продвигают что кто не разбирается в SQL система вам подскажет что нужно подтянуть и включить тюнинг рекомендации но нужно обережно работать лучше выбрать query store сделать query профайлинг посмотреть какие рекомендации система и потом решить включать включать или включать это 2019 оно будет включать статистику и помогать решить включать или не нужно так начало performance с persisted memory то нужно использовать новые возможности hardware которые сейчас появились hybrid buffer это связано с persisted memory и то и то есть extended buffer который мы можем использовать для чтобы не тримать memory а использовать ssd диски например для buffer полу у нас теперь можно использовать микс экстендед и звичайного и темдб так заплановано пока степи 2019 в последнем но они включат до релизу это на уважении системные таблики и темдб они будут реализованы как хакатон таблики то им memory и это уменьшить конкуренцию так и затримку диску за для чего всякие операции которые используют очень интенсивно тендб они будут швидше и они показывали демку где запускали интенсивный workload который использует темдб и показывали ресурсов компьютера сервер много ядер больше сотни а использовалась только 30% только потому что bottleneck был на темдб контентшн не позволял нам использовать больше ресурсов потому что там был на диске и на новой темдб он вирос до 70% он начал больше ресурсов потому что уже диск не был для нас вузьким местом для темдб и это очень круто виглядало но пока его еще нет по секьюрити которые были сделаны это все есть проблема до этого в том что когда данные зберегаются зашифрованы в цикле сервере то что мы можем с ними делать какие там кондиционеры вы использовали так процессинг на этих данных он обмежен потому что они заэнкрипчены мы не знаем что в середине и мы не можем делать парсинг або экспрессион на этих данных так они они разэнкрипчены они разэнкрипчены самым так если это ранится то там могут использовать энклей модуль в память но есть виртуальная область которая позволяет реализовать так же программ и сейчас Microsoft использует программу в клауде возможности и провайдеры таких энклей есть сертификационная программа которая позволяет если провайдер такого энклей то мы можем быть уверены что используя эту возможность мы не потеряем наши данные и кто их не вкарде и в принципе теперь мы можем расширить возможность работать с энкрипцией данными потому что теперь мы можем ранить наши ворклоди дайте процессинг без того без лимитов так потому что теперь мы можем обработать эти данные в секьюрити environment и в том вигляде в каком они есть вся передача после этого все заэнкрипчены мы можем использовать драйвер на клиент сайде он уже соответствует для того чтобы encrypt а не encrypt когда мы читаем с базы и уже будет secure в принципе data классификация который появился в 2017 появился теперь мы можем использовать возможности система просканули данные и классификают для нас это private данные не private данные мы можем сделать labeling то пометить их это private или аудит кто мать доступ кто не мать доступ и еще таки по те данные нам нужно думать как их замаскувать их в таком вигляд статик датамаскинг это решает данные на диске уже замаскован мы можем просто бекапом передать их мы просто уже пробовали и попалили статик датамаскингом обещали клиенту что вы решили вопрос с GDPR и статик датамаскинг он интегрованный в саму менеджмент студию 18.0 но на жаль он не ляга на великой легоси базы он просто решает и как в результате нам пришлось писать кастом тискл фреймворк который сам пробился по планам которые делают статик датамаскинг ну это превью ну ясно что кто превью в продакшене не 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 готовы много чего что он 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 работает он он работает но пока это превью продакшене никто не 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 нет Тула падает, когда от вона... Нет, ты скажешь, Legacy. Legacy, это на базе SQL Server, старая версия, или просто... Нет, нет, база там, классика 1000 плюс табличек, воно просто падает. Воно робить backup restore. И, до речи, такая речь, когда воно сделает restore, воно начинает по restore бежать, скрэмблить, менять местами, будь-что. И вот тогда воно начинает валить. И когда воно валится, воно лишает эту базу... То есть открытые, незакомитенные транзакции, и эти данные не секьюрные, еще не процессные. То есть с этим нужно быть убережным. Ну так. Но самое то, что воно появилось, это уже позитивно. В принципе, ясно, что когда мы запускаем, там, сделай дата-маскинг, нам нужно пролопать все данные, которые у нас есть, и замаскувать их, переписать. Ясно, что это увеличивает workload на нашу базу, и подчас этого это все-таки кодом выполняется, может завалиться. Поэтому там нужно быть убережным. Для миссион-критикал, то чтобы в разъявилабилити было сделано, «Resumable Online Index Creation», то у нас теперь можем онлайн рекреатити индексы. Онлайн воно могло билдити, так, но если у нас великий индекс, так, и подчас этого, а у нас продакшн ворклод, и там мы не вписалися в наш maintenance віду, то нам нужно это канцелить, воно делать роллбэк, и снова же таки, как с этим бороться. «Резюмабель» был моим как раз запамятовым, на чём мы остановились, и потом мы можем его продолжить дальше, когда в следующем maintenance віду, а когда ворклод меньше, как в бюзнес-хуре, мы можем его восстановить. И такой функционал дозволяет нам как раз расширить нашу maintenance віду, и, в принципе, делать тот же и create и rebuild индекс, не без того, чтобы там тратить базу в офлайн, вводить для того, чтобы это сделать, чтобы не заважать продакшн энвайроменту, то для мишн критикал аплікации это очень важно. «Онлайн кластер, реклум-стор, индекс-креащен, и реабилд», ранее было чисто офлайн, теперь мы можем их тоже онлайн делать без офлайн, без базу в офлайн. «Онлайн кластер, реклум-стор, и реабилдии» уже стосуются поддержки на кубернетис, так как SQL Server и Linux поддерживает инсталляцию в Docker-контейнере, так и на кубернетис-кластере, то нам бы хотелось бы иметь High Availability в цьому. И, в принципе, зараз функциональность есть, мы можем установить SQL Server в Linux в Kubernetes-кластере в High Availability Configuration, где у нас, в принципе, и сам workload наш, мы можем его раскидать по нодах, там, read workload на разные ноды, и так же, потому что есть специальный баланс, который будет это делать. И так же, если какая-то нода выйдет, то она зафейлиться, то это нам позволит распределить, снова таки, трафик по разных нодах. И в Kubernetes, в контейнере, это спинап, спиндаун наших поддов, это очень быстро, поэтому, если что-то вылетело, оно поднялося, новый подд, и наш кворум отновился очень быстро. Не нужно там чекать, или что-то кликать. Еще очень классная такая фича, это Accelerated Data Recovery. То есть, они переработали, как работает рекавери-модель, и эта фича сейчас в превью, и, в принципе, если раньше доводилось десятки, хвилин, або години, ждать, пока после фейловера рекаверируется база, потому что мы там скануем, наш транзакционный лог, шукаем там все uncommitted транзакции, коммитет коммитем, uncomмитет роллапим, так, то, если у нас довгие транзакции, много, великое ворклоо, великое транзакции, довгие, апдейты, инсерты, то таки процес рекавери, пока система все пройде, и там, або за коммити, або за роллбек, то это очень долго, сейчас они поменяли, как это делается, то, там, пошук таких транзакций, которые нужно коммитировать, которые уже коммитированы, и в логе, оно постоянно идет, то есть что-то что-то коммитается, что-то и после того, как что-то падает, то в системе нужно только маленький объем данных сканировать для того, чтобы вернуть базу в онлайн-режим. Это даже превью не паблик, а private, если вы хотите это на 2019 SQL попробовать, то нужно отправить запад для этого. Ну и тогда рекавери даже на великих базах там за секунды восстановляется. То есть в демке там десь за 5 секунд восстановилось. Там база была на сотни терабайт. И очень интенсивно было 5 миллионов транзакций в секунду. так workload был большой. Ну и там был на базе без accelerated dead recovery и без accelerated оно восстановилось. это просто было 4 минут не показали за сколько оно восстановилось, но accelerated он поднял базу то больше возможно как можно по графу UTF-8, Machine Learning Enhancement, это означает, что на Linux была поддержка, то сейчас SQL Server на Linux также имеет Machine Learning Service, это означает, что есть интеграция с R, Python, на Linux также, то можно установить и обранировать наши ML на SQL Server на Linux. Нема поддержки на контейнерах, то Machine Learning Service будет поддерживать лишь на инсталляциях, когда это або Хабблер, або виртуалка, конечно, на контейнерах еще не поддерживается, потому что как этот Launchpad работает, как сервис, что не очень легко реализовать. И додалась поддержка Java, это экстеншн-механизм, который они используют для того, чтобы поддержка Ари Патина была, то есть механизм они начали использовать, чтобы расширить дальше. И первый, по тих опитываниях, которые они делали, это первый кандидат был в Java. И сейчас можно откликать Java код библиотеки с T-SQL. Ну, конечно, что у вас там тие Java, библиотеки, классы с компайлами должны быть где-то на диске, чтобы их откликать. Ну, и далее, они будут дальше расширювать, возможно, будет або C++, або C-Sharp поддержка. Платформа, то есть, снова таки, всюди сказали, что сейчас мы не зависимы только на Windows, мы можем установить на Linux, можем на контейнерах, в Купернетисе, enhancement, которые были в SQL Server на Linux, доданы, и будут дальше. То есть, Microsoft хочет закрыть эти фьючер-гэпы между SQL Server на Windows и на Linux, и поэтому они сейчас пытаются приоритизировать, какие гэпы есть, и что нужно реализовать. То есть, сейчас, enhancement, это репликация, distributed transactions, MSDTC, DTS, и machine learning. Так, в принципе, это уже додано, можно використовывать в 2019-м, на УАЗе. И так, вот, поддержка OpenLDAP провайдеров, так, для того, чтобы аутентификацию LDAP можно было... Сейчас, поддержка Active Directory, есть, так, но будет поддержка других LDAP провайдеров. Microsoft сделал свой контейнер-регистри, то есть, сейчас, эти контейнеры-имеджи для SQL Server, они менеджаются Microsoftом, они быстро апдейтятся, и появляется поддержка RedHard-контейнер-имеджей. Ну, и LWSON на VeloBite Group в Кубернетисе, это, казалось, это, снова-таки, на Linux-е есть. Что об инжене, вообще, такого, цикавого, это, додалась, колумб-стор статистика в DBCC-Clone Database, то, ранее, если нам нужно передать какую-то базу данных для инвестигейшену, без наших данных, но с береженной статистикой, с query-статистикой, с данных-статистикой, какие-то там query-планы, закешованные, так, то это можно было сделать в DBCC-Clone Database, оно намного было копиев базы, но без самих данных, только все статистики, которые там потребуются с индексами, чтобы тот, кто анализирует, мог поддавиться и найти, какие оптимизации можно сделать. И оно не поддерживало колумб-стор статистику, сейчас поддерживается. Новая возможность, появилась DMV, которая позволяет делать estimate compression для колумб-стор индекса. Так, теперь, без того, чтобы переганять, ранее, треба было создать окремую табличку, перегнать якийсь там, не знаю, мільйон рекордів цю табличку, створить колумб-стори, побачить рейд компрессии. Зараз це можно просто переверить на живой таблице. Так, номер OneWantedCustomFeedback, это то, что когда мы бачим помилку, что наша колонка будет тренкейтед, но мы не бачим, что самое, какие детали, то сейчас будет подказка, больше детали, что самое нам заважает, чтобы не шукать, не сканувать всю нашу табличку, какие велои мы можем не подходить для нашего destination, а сейчас оно уже будет показывать, какие велои мы велои. Так, и новые функции, появились и DMV, которые нам позволяют, в принципе, анализовать, траблшутить и использование ресурсов, то есть вейд ресурсов на пейджах, это тоже, что в энжене удалось. Такое, это по Accelerated Database Recovery, так выглядит, что они разбили реду фазу, так, и теперь Ундо, воно, как бы, постойно, майже, воно майже постойно иде, нас дивится, что нам треба откатить, и поэтому, в принципе, когда нам нужно зарестовать, то мы скануем только маленький шматок транзакшн-логу, за рахунок чего у нас швидше восстановление. И это такое, ну, как бы, Accelerated Database Recovery, оно очень подходит для, там, LTP-навантажений, там, великих, где миллионы транзакций, великий транзакт-лог, так, он постоянно росте, и нам треба, там, ждать бэкапу, навіть для того, чтобы его уменьшить, то с Accelerated Database Recovery, так как у нас завжди, мы дивимся на наш лог, так, лог транзакшн-лог, и завжди у нас идёт, то это нас, как бы, засеевает от того, чтобы ждать бэкапу, для того, чтобы уменьшить транзакт-лог, транзакт-лог у нас не будет так швидко рости, он будет, там, якимось, дуже маленькими микрерментами рости, и, за счет чого, у нас не будет проблем, когда АТО в диск-спейс, только потому, что у нас транзакт-лог, разрисся. Я, одразу, когда это побачив, подумал про одного моего знакомого, который работает с 1С, и у него завжди была проблема, тем, что транзакт-лог у него очень быстро рост, у них завжди была проблема с дисками, они там запускали, очень часто бэкапы, чтобы уменьшить размер, и для таких випадков, как раз, Акселерий ДТБС Рекавери допомагает. Мы завжди використовували, и используем ССМС, но он недоступный у нас на Linux, а на Mac платформах, с Azure Data Studio, яка open source, и она cross-платформ, то мы можем працювать с сиклсервером, с помощью этой тулы, так же, и воно нам ранее не было каких-то там додатковых функциональностей, чтобы там подавиться статистики по наших базах, який стан баз, то зараз додаются возможностей, как экстеншены, и там, деякие экстеншены, по-дефолту, которые мы можем использовать для монетирования нашей базы, або баз нашего инстанса, и еще, как и с Big Data Cluster, например, с ССМС, он будет работать, но вы будете только с T-SQL, с Big Data, возможностей, Spark, доступ к HDFS, там такого не будет, это возможностей Azure Data Studio, есть экстеншены до Big Data Cluster, где можно там дивиться, что на HDFS есть, на Data Lake, там есть поддержка Jupyter ноутбуков, то можно прямо из Azure Data Studio ранить Workbook Jupyter, и там делать какие-то Data Science Analysis, запускать R, Python, выкрустовывать и Engine самого SQL, ABO Spark, это ширею возможности, кто может портеваться с T-SQL, B-T-L-I для DBA, для SQL-разробники, для Data Sancti, для Data Analytics, такая универсальная T-SQL, ну и Cross-Platform, то можно устанавливать все платформы. что далее в SQL-сервере собираются его на Edge, то на всякие маленькие девайсы, так, устанавливать для того, чтобы даже аналитику, сделать данные на самих девайсах, на сенсорах, на Adruino, например, або Raspberry Pi, так, мы можем установить там же SQL, у нас есть ML-можливости вбудованные, мы можем ранить какой-то workload уже там, идентифицировать какие-то паттерны и лише передавать информацию в центральную систему, ту, яку нам потрібно. Скоротить час анализу и там расширивать возможности вбудения кластера, так, мы можем додавать больше сервисов для дата вербализации, развивать цю high availability на Kubernetes, security по encryption и по compliance, новые hardware возможности, они иницируют что Intel нового робить с memory с CPU для того, чтобы использовать эти возможности развивать контейнеризацию, додавать ті же ML функції в поддержку контейнера, и они завжди дивляться на customer feedback, для того, чтобы информировать это но это зависит от какого кастомера федбек, в первую чергу они дивляться на федбеки великих кастомеров, которые консюмуют великие кластери SQL Server, много ліцензий, critical workload, в первую чергу они слушают их feedback и имплементации функциональности, но они слушают customer feedback на feedback сайтах Azure Camp, сайтах когда набираются в каких-то feedbackах много сотни тысяч ввод они бегают в работу так же они не могут это игнорувать это даже для показателей менеджеров что они имплементовали из этого федбек сайта что было то же цикавое Azure SQL hyperscale так это кодовая названа сократис и они даже жертвовали про сократа почему мы выбрали сократ сократ был тоже data guy нашим хлопцем он всегда ходил и ковырял его философия была такая поэтому он датагай и какую проблему они хотели решить за допомогою hyperscale у нас есть Azure SQL database но у них есть 4 терабайта размер базы данных и цей лимит обязан лимитами самого hardware плюс самой реализации как сейчас SQL сервер реализованный и працюет как storage с компьютером повязаной ресурсами и також швидкостью рекавери например або скиллап скиллдаун и еще у нас 4 для того чтобы поддерживать SLA для робом скиллап нам треба перенести например все наш инстанс SQL сервер на инстанси виртуальных машин большого размера на кластер и для того чтобы это сделать это мовить весь объем данных и репликувать по мереже тут есть обмежения как срок под мережей потому что это это все объем environment в дата центре и все объем зоны как мережи дублюются как они связаны между собой это обмежение обмежения данных которые мы можем через это передать и поэтому сейчас 4 байта это гарантирует что Microsoft в СЛА сможет сделать скиллап может скиллдаун может рекавер сделать если что-то падает это очень лимитировало потому что у кого-то критика веклот и на сотню терабайт то все або десятки они уже не могут это сервис использовать и что Microsoft сделал они смотрели как куда двигается вообще клауд для баз данных что мы делаем раздел storage от компьютера как это сделано в SQL Data Варихаус или в Cosmos DB так что окремо storage окремо компьютер мы можем скелить окремо компьютер окремо storage не повязано и они взяли это за основу разделение компьютер от storage но это хорошо подходит для систем в которой нет а если у нас есть транзакции и у нас есть риды и райты это надо как-то так же враховывать и они просто взяли механизм транзакт логу SQL венжин будованный и пейдж так то buffer пул и они их разобрали на окреме частини окремо компьютер который мы ковыряемо и процессы риды в райты приймае окремо транзакт лог это окремый сервис теперь и окремо пейдж сервер которые работают с рид зи сториджу в мемори они все поделили и теперь это окремо сервисы если нам нужно скелить компьютер ресурсы не ничего страшного мы просто додаем новые инстансы и это никак не заважает нам появляться новая инстанс он подключается до системы лог сервису он может ковыряти пейдж серверы и нам не треба построить систему не треба ничего мовить если нам нужно больше сториджа мы используем Azure сторидж когда секретарь начинался было 400 терабайт но теоретично это не лимитовано а лимитовано только Azure сториджем где у нас сохраняются файлы там делается backup снэпшоты часто если нам нужно что зарестовывать то быстро можно зарестовывать так по интен тайм все поддержка пейдж сервери тримают кэш тих пейдж которые частіше за все запити приходят так если чего нема тоді он полезет в Azure сторидж сам а так все запити могут працювати в пейдж сервере если чего недостатньо воно скелывается там додается новое если у нас там варити идут у нас централизованный лог сервис который контролирует все транзакции через него проходят оно все комитить через пейдж сервери то это разделение этих частин позволило им сделать систему очень скеллбл и поддерживающие LTP вклоди до сотни терабайт и это будет очень быстро получать LTP базу данных но мы можем скелить компьютер и storage быстро чтобы ждать каких-то мувинтов мы просто поднимаем новые ресурсы и ну и это вся модель в принципе SQL hyperscale он по прессинг модели поднимаем скеллбл скеллбл read read only workload и автоматично так так как сейчас в SQLDB мы маем наши secondary мы можем мы можем три реплики для SQLDB так мы можем одну реплику використовувати для read only поменяв додавшую опцию в connection string но мы можем использовать всеми secondary replicant которые у нас есть что такого глобального было это BI это BI Dataflows Dataflows это self-service data preparation когда я рассказывал про trifacto и в принципе есть целый стрим to live который позволяет self-service data preparation делать self-service на увазе что бизнес люди могут это делать або data аналисти data scientist без того чтобы подключать IT guy и он там что-то кодовал використовую Dataflows воно базируется на парквери то мы можем створювать наші трансформаційні джоби базирующись на парквери трансформаціях готовых або тихи мы створим но еще где есть возможность это интеракция с новым даталек сторож это тоже один из анонсов даталек дженту в принципе если джен 1 это был окремый сервис даталек сторож то дженту это фичи даталек сторожи поверх ажур блок сторожи то если мы створим и нам даталек сторож треба фичи даталек это как интеракция с Active Directory так Unlimited Storage блок сторожи мое лимит на 5 петабайт то нови фичи которые будут там POSIX файл иерархию нови фичи которые будут додаваться и которые нужны для создания даталек они будут просто enable поверх блок сторожи и одна из фич которая будет это интеракция с Common Data Model Common Data Model это Open Source Foundation кілька компаній собралися и сделали стандарт как менедж как Data Catalog это структура которые сохраняют мета данные про наши sources то если у нас есть CRM система CRP есть таблика аккаунт и customer и там sale и product это и вот Common Data Model она как раз берегает данную информацию то что у нас есть табличка Аккаунт в ней там есть колонки ID Name Account Name Account State Account Start Date End Date и какие еще property про customer там все адресы категория в яких он працю и кто менеджер этого кастомера все это сохраняется как уже подготовлен моделях которые дистрибьюти разработчик асв або провайдер цего Common Data Model в нашем випадке это Microsoft и он в первую очередь ориентирован на то что он знает и на свете Dynamics 365 у них CRM и ERP они знают какие структури там есть поэтому по дефолту в цьому Common Data Model в Dataflow будут доступны эти структури которые есть в CRM и в ERP и Dynamics и если мы используем их продукты и хотим анализовать данные быстро то аналитик просто заходит в Dataflow выбирает створить новый Dataflow и ему каже из какого ты дезисорсов хочешь и он каже вот у меня Dynamics CRM есть он выбирает Dynamics CRM и говорит что вот табличка пожалуйста мне тут Account Customer Marketing Акции там Sales информация и поверх мы уже можем накрутить нашу Power Query трансформацію причем они будут сейчас в превью доступны AI возможности Artificial Intelligence тобто мы в Power Query можем додать якусь Deravid колонку яка будет сентимент аналіз на тексті який у нас есть фидбэк кастумера якийсь CRM и воно из колонки уже будет показывать нумер value это позитивный фидбэк или негативный фидбэк и можно будет викликать API Azure ML також для того чтобы более sophisticated алгоритми ранить и вот все Common Data модели будут сохраняться в Data Lake Storage Gen2 будут окременно таки как каталоги каждый каталог он когда мы данные инжестуем в Data Lake Storage они сохранятся в нашему Common Data Model каталоге там Entity как Account середине у нас JSON файлы с метаданами и текстовый паркет файлы или CSV файлы с самими данными и DataFlow может это выкрасить чтобы создать датасеты и потому что это у нас никак решает проблема что нам не нужно дать в рехаусе но это увеличивает швидкость анализов что Data аналитики або Data сайматисти могут отримать кисерпор без подключения IT ну как это интеграция с Data как виглядай казалось Data Extroarch есть фолдеры в которых зберегаются модельки и Power BI Data Flows это просто подключается модельки как source и можно поверх этого уже делать анализ а АСВ партнеры они могут доработать они могут доработать свои кастомизированные эти Data модели под свои продукты або под CRM если кто-то продает свои CRM решения на базе Dynamics 365 с экстеншенами они могут это проводить ну и мы же таки единая платформа Data Explorers если нам нужно какие-то додатковые сервисы в Azure мы можем это пользоваться так я не додал это последний слайд еще что у нас в Data Варихаус Azure SQL Варихаус там теж додалися возможности RLS security теперь можно там выководствовывать поддержку кабинетов ранее тільки connection через паблик интернет можно было теперь вы можете в Azure SQL Data Варихаус подключить ся выководствовав винет с внутренней мережи контролированный бэкап гранулярит так и можно встановить майнтененс вкна то вы вказуете конфигуруете когда для вас удобно чтобы майнтененс был на компьютер ресурсах на которых базируется SQL Data Варихаус и тогда вы с 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 security от того, чтобы ваш какой-то workload не упал, потому что был maintenance window. Это в принципе все. Чего и питание? You're welcome. Оля, кто еще залишился? Ну, в принципе, питание? Женя? Кто-нибудь? Дякую за дополучи. Если будет возможность вышарить такие видео с докладом, давай знать. Там есть некоторые видео, которые транслювались на открытии, то даже можно зайти на по-саммит-сторинку. И там есть видео-он-деманд. Если кликнуть, то там эти видео доступны. Можно поделиться на открытие. Ось. Ну и там как раз эти кейноты есть. Обе два. Я рекомендую поделиться второй день кейноты. и вторую частину там десь сорок сороково-хвилини. Там как раз глава их как бы ренд по SQL серверу по дейта-платформе так. Он рассказывал про хапер-скейл в более подробицях, как они это реализовали, как они их раздербанили сей SQL-engine и реализовали это. И, в принципе, там такий посыл был, это над чем они будут дальше працювать. У нас есть LTP системы, у нас есть DTV хаус системы, есть SQL системы. И все эти системы могут працювать с теми же самыми данными. Просто мы их муваем завжди между этими системами. Но как бы было классно, если у нас есть сторож, который сохранит данные и оптимизированный всякие фичи, которые позволяют их из сторожа доставать. И есть механизм ковыряния. И механизм ковыряния для этих систем ризный. Для LTP, для DTV хауса, для NoSQL. А сторож один может быть. И у них идея такая, чтобы двигаться в биг, что мы сделали декаплинг компьютера от сторожа, но можно так сделать, чтобы сторожа был един, и у нас были транзакционные данные системы, но если мы хотим сделать DTV хаус, або какие-то неструктурованные алгоритмы ранить, то у нас у нас был тот самый сторож, данные которые используют LTP системы, но сейчас мы доступимся до них через паттерн DTV хауса, або через паттерн с они будут в цей биг рухатись думаю, это что они сделали с hyperscale это как раз начаток того, ну и в принципе они с Cosmos DTV что-то сделали, потому что Cosmos DTV насправді под низом на сторож он сохраняет в одном формате все, так у него есть несколько engine есть SQL есть Mono DBA есть Cassandra API через которые можно доступиться и если мы можем у нас есть данные мы загнали их как JSON но мы можем доступиться до них за домом Cassandra API сейчас это невозможно сейчас парады есть между SQL и Mongo DBA или Graph DBA не Mongo DBA мы можем сохранить данные в JSON использовав SQL API но делать заплаты использовав Graph API и на паке это за допомого того что они под низом сберегают как Atomic Serialized Records это структура не открыта и за допомого этого как бы сторож один но API может быть ризно и это таки рух чтобы один storage но когда нам нужны паттерны нам не нужно омывать данные мы просто беремо compute ресурсы под Save Workload Data Rehouse или SQL а кворяемо те же данные которые на storage OLTP используют без Data Movement какого это мабуть про это они будут дальше работать их R&D супер дякую пожалуйста